Есть приходное положение. И новым законом о зелёных зонах. Чётко сказано, что рубить вообще нельзя. Не выделил натуры. Экологическая инспекция в нашем городе нет. То есть есть место, в котором получают... Уморад тоже думает, что он не уязвим. Милиционер, его уже нет в зелёном городе. Вы к нему дочери приходите задавать ему вопрос. Сидять непыльно тут, прохладно. И не думать уже ото власть навсегда. Да. Мы всё собираем. Сидяйте вместе с ними. А может, в меня с Таней будете сидеть? Пять и четыре можно походить. Только со статурами это делаем. Мы сейчас выполняем вашу работу. Мы сидим в парке. Можете сделать? А что вы нам предлагаете? Что вы нам предлагаете? Мы сейчас свободно от работы время выполняем вашу работу. А именно сидим в парке и тормитесь за конкурпчиком. И эти машины в своё рабочее время, тем, что он должен заниматься, нет? Более того, когда я пришла в пятницу, мне сказали, что не надо приходить. Мы пришли на задачи вопросов, что у нас пока нет ответов. Представьтесь, пожалуйста. У Ручика и Славик, то есть, первый замок, русский спец. Понятно. А начальника нет? Начальник губы. А, ну, понятно. Любопытный. Значит, мы тут группа граждан, которые каждый день наблюдают в парке Бойково и вообще в целом по городу, незаконные группы. До сих пор нам не было предоставлено ни одного документа, ни одного погоджения с Мин-Пиру. Группы продолжаются, есть куча видеоматериалов, есть куча наших заявлений. Вам, у вас, у вас, у нас есть у нас, да, я не отрицаю. Они находятся в парке. Ни одного отрицания. Нет, 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 нет. Есть сроки? Простите. Есть сроки, вы сроки. Вы, простите, сегодня эти браконьеры снова вернулись в парку, уже имитируя как бы сруб сукастоя. Почему до сих пор не будет явно? Получается, что пока вы будете отвечать, срубят сварку. У нас есть такое ощущение, что ваша... У нас сфотографировали, где только... Ты не сошел в парке. Вот это на юге у нас срок. Но, видите, ему с ней в порядке. А, ну, я уже... А, ну, я уже... Парку занимается... Подожди, Женя, подожди. Подожди, Женя, подожди. Подожди, Женя, подожди. Вы выбили бандитский матч. Какие действия были к теме, это уже? И почему рубки, рубщики приезжают, а то же дальше часу. Общаться не хотите. Кто слышит, общаться, зайдем. Мне не хватит места. У вас довольно достаточно большие кабинеты. Хочу, чтобы где-то те люди, которые подали заявление. Всякие кабинеты поговорите. В 18-го, проходите. Пошли. 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 Все, кто заявляли, что-то есть. Все, кто заявляли, что-то есть. Игорь, Игорь. Игорь, Игорь. Игорь, Игорь, проходи. Вот главный заявитель и провокатор для вас. Давайте без оскорблений провокатора. И журналистов не оскорбляйте, пожалуйста. Хорошо? Вы берете свой салоназад? Его ограбили. Так сейчас, вот смотрите, человек провоцирует. Попровоцировать. Я просто не могу оперативно-консультационной информации. Не всем занимаюсь этим вопросом. Заступнику нас сейчас наоборот. Забыли. А что у меня? Подожди. У меня 17-й вопрос. Вот по 17-го... Давайте... Вы поможете... Вы поможете... Еще раз... Поможете... Вы поможете... А насчет грабежа... Если вы там не были, посмотрите видео. Ваш Александр Борисович, кумир, грабил со своим охранником. Не прекратите, Горисович, сейчас пропровоцировать. Тогда вы не пропровоцировали. А до этого... Это не есть обязанность вообще руководство следить, чтобы отвечали вовремя? Максим Ильич, что у нас с этим... Да и куча заявлений. Вы пишете по шаблону одно и то же. По нашему мнению, по нашему мнению, Кольческая инспекция не выполняется... По нашему мнению, Кольческая инспекция является коррумпированной организацией, которая попустит рисковать реальному уничтожению, так сказать, не только зеленых зон, но вообще окружающей среды, Харьковской области. И в данном случае, значит, я не знаю, руководство, если сняли хорошо и так далее, являются людьми, которые саботируют выполнение законодательства Украины. Не говоря уже о том, что принят уже законы. О том, что все зеленые зоны должны быть выделены в натуре. Уже до 11 марта. Сейчас, после этого закона проходят рубки в городе. Скажите, пожалуйста, какие были ваши действия на эти рубки несогласованные с вами? Я вас пишу в письменном видео, лично пойдемте и пройдемте. Такой статистикой вы не помните? Сейчас не обладаю. Вы ворвались без приложения. Это мало значения. Мы еще подозначили. Хорошо. У нас много вопросов, на которые мы хотели бы получить ответы. Старший у вас, я готов пообщаться. У вас, три человека. Хорошо. Два-три человека. Ладно, подождите. Два-три человека. Я прошу авторов обращения. Записывайтесь в канцелярию, вас запишут. Фамилии, имена, отчество. Кто, что представляет? Пойдем общаться. Я с вами представил, что вы представили. Не забудьте, что и что сделать. Кто у нас спикер? Ты Захар. Почему? Женя, по-моему тебе лучше. Ну, давай, я. Не переводил. И Горгий Голлович. Не переводил здесь. Давай. И Горгий Голлович. И Горгий Цуканов. Лена Голловича. И Горгий Цуканов. А? Вот. Давайте, у нас, как мы учитесь, вот. Ну, ну, то что? Я не знаю, или я. Давай. Ну, давай я, ладно. Это, ну, давай я. Ну, это же какой-то зам. Пять человек? Два человека. Вы уже торгуетесь. Нет, у нас авторы заявления. Записывайтесь завтра на приёмные. У вас сегодня на приёмные? У нас сегодня на приёмные. Это первая акция. Самая мягкая. Пикетирование Министерства экологии в отношении к тому, что вы работаете в Киеве. Пикетирование здесь. Подскажите, пожалуйста, как заместителя, правильно? Вячеслав Викторович. А кого он говорит, уволили? Как фамилия? Бобровского. Бобровского уволили. Какой? На пенсию бобровского уволили. Можно сказать, судьба господина Баранникова не показать. Извините, Вячеслав Викторович. А кто заявитель Цуканова по этому заявлению? Восемнадцатом веке. После тёх наших пикетов его сняли. Цуканов, Цуканов. Кто? Да. Давайте, кто не проходит. Вячеслав Викторович, фамилию можете свою сказать? Ручеков. Ручеков. То есть вы против, да, чтобы камера была? Паранников. Паранников. Нет, не камера была. Начальника инспекции. А почему? Как инспекция. Начальника инспекции. Уволили. Почему? Уволили. Уволили. Да, неважно. Мне сейчас нет кто просвал. Вы не специалист? Я не занимаюсь. Вы не только начальник. Давайте. Стописите. Против камера. У вас это публичное ведро. Это ж не личная ваша квартира. Это публичное ведро. Подождите. Не надо же не обладать. Это ради Бога. Мы не обязаны с тобой разговаривать. С вами министом разговаривать. Не надо со мной разговаривать. Никого не разговаривать. Мы сходимся в парк. Давайте. Давайте на какое-то определенное время. Я привожу специалистов, которые занимались этим вопросом. И мы совместно дадим вам ответ. Какое определенное время? Когда приходите нам за ответом? Давайте завтра. 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 Мы можем завтра в четвертую. Нет, я не могу понять. Нет, нет. Во-первых, мы хотели бы, чтобы инспектор выехал немедленно. Мы считаем... Да, мы требуем, чтобы почти медленно выехали в парк. А что нам сюда ходить? Что нам сюда ходить? Они в парке... Давайте встретимся в парке. Пусть они приедут в парк Горького... Здравствуйте! Да, Маскеттовка! Замокровать. Замокровать! Хорошо. Они сами открывают. Спасибо. Парк Горького Центрального Порина. Дверь. Откройте, пожалуйста! Андрей! Оставь свой телефон. Ему я, пожалуйста, ответ мне дали. Это просто, извините меня, ерунда на косном марсе. Все, мы только что-то... Это просто откройте, чтобы помещение... Игорь, почитай. Так, тихо, тихо, нам дали ответ. Державная экологическая инспекция в Харьковской области результатами розгляду вашей заяви стосовно внесения дерев біля будинку по вулице Данилевского, 10, в Держинском районе города Харькова, поведомляю наступно. С метою установления законности, что до внесения зелених насадин, за значение адресы, инспекцию направлено запрет до Харьковской міськой ради, відповідь, якою до теперешнього часу не надійшла. Водночас при натурном обстеженні прибудинкової території встановити кількість та якісний стан зелених насадин, що были внесені, не представляється можливим за відсутністю залишків пнев та поробових решток. Это очередной раз доказывает... Это так будет и с Фалькомбой. ...эфемерность вообще-то и организация абсолютно. Уважаемый, откройте, пожалуйста, дверь, разрешите выйти. То есть вы нас выталкиваете, но выйти невозможно. Так, подожди, мы все-таки о чем-то... Так, мы договорились, ребята. Давайте записываемся завтра. Один час-час добиться вывозли инспектора. Пусть они какого угодно вылавливают инспектора, и мы с ним пройдемся по парку. Пусть он там смотрит. Пусть милицию вызывают. Пусть вызывают милицию. Ну так видите. А где ответ? 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 Смотрите в Ютубе. А, вот. Замечательно. То есть месяц они выясняли у горсовета... Я правильно понял? Я правильно понял, что тебе его якобы отправили... Вы еще и журналисты. И, разумеется, оно не дошло. Не дошло. Вы не хотите журналистское расследование провести. Вот тому назад состоялись общественные снижения. Я понял. Конечно. Я там был на увы. Было принято решение... Ну что будем делать? За подписью первого. Мы ждем. Вы не можете провести расследование... Давай подождем. Пока ждем. В плане выполнения этого решения. Ну, смотрите, это самый простой способ. Не-не-не-не. Самый простой конкретный вопрос. Я понял. Вы как журналист, который целый год занимается одной темой, можно что-то сказать. А любители нам не будут. И мы им что? Мы им что? Что сделаем? Что сделаем? Что сделаем? Значит, смотрите. Там, в принципе, самое впечатление, которое нас интересует, я думаю. Это была создана рабочая группа. Ну, о чем вы? Ну, о чем вы? Ну, да. В этой ситуации нет. Вот вас интересует? Я думаю, что вас это тоже интересует. То есть, результаты, собственно говоря, неизвенности за год, они должны быть удержаны в деятельности рабочей группы, которая была создана именно на этих конкурсах. Это не единственная. Это не единственная. Ну, что была создана рабочая группа. Ну, что еще? Ну, что еще выполнено завтра? Хорошо. Хорошо. Мы, у нас в парке, где вы. У нас в парке... А, кстати, у вас в парке, у вас в парке... Посмотрите... Посмотрите... ...в фото, а если у вас там нет, оно вывешено... Да, и вот по поводу этого письма. Простите, где именно в парке. Сейчас в письме туда три минуты. А все дни остались на месте. Все дни остались на месте. За месяц не было возможности запросить меня, а вот там. Марк Зобов, представитель общественной организации, у него никаких полномочий? То есть все вопросы только к чиновникам, только к чиновникам. Понимаете, понимаете, моё отношение к этому как гражданину? Месяц я ждал вот этого света, уже полосили. Да, это самое. И водитель, который подписывал эти решения, держит танцы, где нынка в парке Горького. Сейчас 5 дней, хватит, второй год уже идёт, после него приняты эти решения, что не сделано конкретно? Что конкретно сделано во исполнении этих решений? Посмотрите, вы как журналист, вам и документы в руки. И расскажите нам завтра, или через неделю, или через месяц. Вы же 3-3-2 здесь поставите. Мы уже как бы это приём, 5 дней, согласно новому закону. А приём на следующую неделю вы можете рассказать. Мы будем, 14 дней. То есть вы под камеру говорите, что вы там, вы уже нарушаетесь. Я бы сказал ещё раз. Счёт, ну, к чёту, к чайку. Я как журналисту... Хорошо, что ты снова прощаешься. Спасибо. А этот закон не касается предоставления информации журналистов? Нет, 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 нет. Он не касается учреждений, которые за бюджетный срок инвестируются. Короче, год прошёл, вам не интересен этот вопрос, хотя вы участвовали. Не интересен, что посмотрим. И вы журналист. Вот, неинтересно получается. Ну ладно.